Молечный путь – диск, погруженный в сферическое гало из горячего газа. В этом гало, кроме межзвездного газа, находятся старички – шаровые звездные скопления, звезды гала, представляющие собой отдельную интересную тему для астрофизиков, и рассеянные скопления в умеренных количествах, которые обычно являются просто собраниями довольно молодых звезд. Исследователи отобрали четыре самых старых рассеянных скопления Северного полушария с высокой металличностью и возрастом больше 1 гигагода в надежде проследить динамику их развития. Встречаем М67, NGC 188, NGC 2420, NGC 6791. NGC 188 – самая далекая из этого квартета, немного старше М67. NGC 2420 ранее считали переходным этапом от старых рассеянных скоплений с металличностью Солнца к шаровым скоплениям относительно небольшой металличности. М67 расположена на расстоянии 400-450 парсек над плоскостью диска галактики, находится в созвездии Рака и на нашем небе выглядит довольно непрезентабельно. Оно движется по орбите с эксцентриситетом 0,13. Его расстояние от центра галактики находится в пределах от 6 до 10 кП, а металличность звезд указывает на возраст, очень похожий на возраст Солнца – от 3,5 до 4,8 млрд лет. Некоторые исследователи даже считают, что Солнце когда-то родилось именно в М67 и потом, как это часто бывает в звездном мире, было выброшено из него куда подальше, где и осело на своей орбите в плоскости диска. Самым интересным из квартета оказался NGC 6791. Считается, что образование звезд в нем шло волнами, то есть оно оказалось достаточно массивным, чтобы удерживать материал, который выбрасывали умирающие звезды и превращать его в новое поколение звезд. NGC 6791 вполне могло сформироваться где-то в утолщении галактики и затем мигрировать из него в галла на расстоянии в 7 кП от центра. Одним из объяснений существования рассеянных скоплений в галла-галактике может быть то, что они представляют собой реликты когда-то довольно большого племени скоплений, формировавшихся по всему объему раннего Млечного пути, а потом были втянуты в его диск и растворились в нем. Все дело в том, что прохождение массивных облаков газа неподалеку от скоплений может менять собственные скорости отдельных звезд в диапазоне до 10 км в секунду. Если прироста скорости достаточно, звезды запросто покидают свое скопление, устремляясь в неизвестность. И тут весьма велика вероятность того, что они будут захвачены диском в галактике и дай бог, чтобы они смогли занять в нем безопасную орбиту и включиться в вечный бег остальных соседок по рукаву. Скопление в таком случае претерпевает процесс, очень похожий на испарение молекул с поверхности воды. Отдельные звезды уходят, уходят и ничто не в силах им помешать. Масса скопления уменьшается, настает момент, когда влияния очередного проходящего мимо облака газа хватит на то, чтобы подтолкнуть остатки скопления поближе к диску, где оно уже окончательно рассыпется на свои составляющие и будет втянуто в диск. Эти рассеянные скопления, как косяки мелкой блестящей рыбешки вокруг кита, они тоже представляют собой определенную экосистему и, если им везет достаточно долго, могут прожить всю жизнь в относительном покое и благополучии, пока не утратят большинство своих отдельных особей, а оставшиеся не умрут от старости. Звезды, косяками рыб, бились в диско газовой грудини, млечного пути и пустой рутине, подчиняясь миллионы лет. В этом ничего из ниоткуда, через галла сбоку поперек прочь летели звездные потоки, вывернув себя наоборот. Искрами валились в никуда, оседали облака на плечи, словно в окнах восковые свечи, по ночам светились города. И как рыба, так же косяками, вмиг сверкнув из моря вязкой тьмы, растолкав всех пестрыми боками, рядом с солнцем появились в море. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok